Привет! Ну что ж, вы опять на канале Мама Гномов и я, Катерина. Сегодня, по многочисленным вашим просьбам, в Дерек мы готовим баклажанный шницель. Никто не отличит, что это не мясо, а именно баклажан. Смотрите, что у нас уже получилось. Я один уже уела. Очень вкусно. Это очень и очень вкусное блюдо. Его можно подать, я считаю, на дни рождения, на юбилей, на Новый год. И никто, никто не догадается, что это не мясо, а уж вот так на пикник, на какие-нибудь посиделки с друзьями или деткам. Да за е-мое! Готовим? Берем баклажан, большой поварской нож, разрезаем сначала на две части, потом, очень важно, смотрите, кладем нож параллельно столу и начинаем нарезать на одинаковый слайс. Взять маленький нож и отрезать оболочку. Почему? Потому что для кляра она не пойдет, для темпуры, для сухарей она не пойдет, она глянцевая, с нее все сваливается. Просто будет некрасиво. Смотрите, вот такие вот слайсы получаются. Из одного баклажана у нас 6 штук аж, если вот эти вот маленькие тоже считать. Дальше их нужно отварить в воде без соли, без ничего, просто в кипяток кинуть ровно на 3 минуты. Потом вынуть шлачком и сразу прекратить процесс приготовления, опустив в ледяную воду буквально на минуту. После чего их можно достать, либо промахнуть салфеточкой, либо бережно вот так обжать чистыми руками. И все, и дальше уже обжаривать, либо в панировке жарить, как мы сейчас с вами будем все дошницы делать из баклажанов. Все очень просто, видите? Ну что, начинаем делать быстрый супер вкусный кляр для наших баклажанчиков, для наггетсов из баклажанов. Так, стакан вытерла. Смотрим, где у нас тут флор, мука. Нам нужно 100 грамм. Насыпаем 100 грамм муки. Так, больше нам не надо, чужого не берем, свою не отводим. У меня в миске уже 5 куриных желтков, делаем на желтках. Так, высыпаем муку, не просеиваем, нам это не надо, мы бирог печем. Размешиваем венчиком. И постепенно добавляем 50 миллилитров молока. Ну, можно сразу, постепенно. И начинаем вымешивать в однородную массу без комочков. Можно блендером, миксером, чем угодно. Ну, у меня венчик с этим справляется отлично. Так, вымешиваем, гляд. Дальше чеснок. У меня вот такая маленькая супертерочка. Один зубчик чеснока. Добавляем. Можно сухой чеснок, в принципе, добавить. Но я любитель настоящего такого чеснока в зубчиках, если он есть. Если нет, я тоже добавляю сухой, у меня его огромный запас. Давай. Не забываем про соль. Буквально, вот, чайную ложечку соли. Перемешиваем снова. Черный молотый перец. Тоже побольше насыпала. Я люблю быстрее. Перемешиваем хорошенько. Будем сейчас натирать сыр на самой-самой маленькой терочке. Мелкой, пардон. Не маленькой, а мелкой терочке. Сыр можно взять любой, твердый, полутвердый. У меня Моздам. Очень хорошо сюда подойдет пармезан. Голландский сыр. Вот, примерно, сейчас покажу, какой объем сыра вам потребуется. Нам, вам, мне потребуется. Для кляра. Так, ну все. Смотрите. Вот. Столько сыра, примерно. Я не знаю, сколько это в граммах. Смотрите, так сказать, на глазок. И отправляю весь этот сыр в кляр. И перемешиваю. Делаю массу однородной. Дальше я покажу быстрый маринал, молниеносный, уже, в принципе, готовых, отваренных, 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 отваренных. Во мне филолог не только сдох, но уже и запонял. Так, все. Кляр готов. Оставляем его в сторону. И приступаем к быстрому, легкому маринаду отваренных, баклажан. Ингредиентов. Аджика. Все по одной ложке. Одна ложка. Горчица. Горчицу можете взять любую. У меня поварская. Мне она больше нравится. Одна ложка. И одна ложка бальзамик крема. Все. Оставляем. Смешиваем. Смотрите, дальше кладем наши отваренные баклажанчики. Ну все, баклажаны наши замаринованы. Оставляем в стороночку буквально на 3-5 минут. И будем жарить. Ну все, дорогие мои, начинаем с кабачками. Сначала наши кабачки мы отпускаем в кляр. И вот вилочкой как бы накладываем наш сыр. Как только мы наложили, аккуратно вот так вот берем. И перекладываем в сухари. Дальше обсыпаем со всех, со всех сторон. Вот так вот мы их обсыпали. Возьмем досточку. И кладем пока что на досточку. То же самое проделываем с остальными всеми баклажанчиками. Кладем. Накладываем сырный кляр. Аккуратненько. Поднимаем и выкладываем на тимпуру. Покрываем соем тимпур. Сухарей. У меня видите, какая оранжевая на тимпуру. Я люблю такое. Не просто сухарей, а чтобы уже с приправкой. И на тумпу. Масло должно очень сильно накалиться. И только после этого мы пригасим. В принципе, у нас блюдо уже готовое с вами. Кабачки отваренные. Мало того, они еще замаринованы. То есть, они не нуждаются именно в приготовлении. В приготовлении нуждается кляр. Аккуратненько. Выкладываем. Сколок. Шипение. Шкварчан. Мы попробуем вместиться в четвертых. Да, прекрасно умещается. Ну, дожарим ее последние три штучки. Вот так яростные складываем. Хотим? Мы начинаем задумываться и выдвигать версии. Вплоть до сыра тофу и рыбы окуня. И ни разу никто не сказал, что это именно баклана. Кладу. Так. Отрезаю кусочек. У меня тут кунаги соус. И обычный кетчуп. Попробую сначала с кунаги. Так. Нехорошо было это с вами топотом, но это вкусно. Это... Вот просто... Даже я знаю... Даже я знаю... Даже я знаю, что это не мясо. Вот. Честно. Путаю, что... Не мясо. Как по мне, прям вот. Ну, если не свинина, то курица точно. Вот. Это курица. Я хотел, я хотел д ρ Курица. Для Graphальны д Toil manages. Курица. Продолжение следует...